Не утверждается ваш ответ. История что такое? Действительность и развитие движений. И развитие движений. То есть все прошлое выкидываем. Правильно. Новые историки. Они ничего не вспоминают. Берем действительность и развитие движений. Все выше и выше. А это все, пускай кто хочет заниматься этим делом. Это не мы. А кто будет заниматься? А музеологи есть. У меня тоже я им преподаю. Вот им и отдать. Пускай они говорят, это собрание вещей. Все-таки история-то. Еще какие попытки есть? Наука, изучающая прошлое, настоящее и будущее. Они что, по отдельности, это настоящее, прошлое и будущее? Как-то вы их так получилось. Как-то оно прошлое, настоящее, будущее. А некоторые песни поют, что вот настоящее, это просто миг между прошлым и будущее. Не слышали такую песню? Это миг мы изучаем. Или настоящее можно изучать не только миг? Ну, пишут, а поют-то, что миг между прошлым и будущим. Еще какие попытки есть? Может, наука, а это не насладывается, исторический процесс в целом? Как-как-как? Можете громко, четко и ясно это сформулировать. Наука, история, изучает исторический процесс. Здорово. Химия, химический процесс изучает, а история исторический. Сильный ответ. А физика, физический. Наука, изучающая прошлое человечество, по источникам. А? Наука, изучающая прошлое человечество, по источникам. По источникам. Что значит по источникам? Ходит по лесу, увидит ручеек. Это источник. Потом видит еще источник. И она по этим источникам ходит и изучает. Да? И никогда от жажды не умрет. Исторический источник. А он исторический? Давно этот источник? Может быть, о будущем. А? О будущем. История – это наука о будущем. А наука о будущем – футурология. Это о прошлом. Ну, так это что делать нам? И у вас оценки есть уже? Есть, да? Ну, я ничего не могу против сказать. То есть, как бы сразу все забывается после экзаменов? У меня тоже есть оценка. А? У меня тоже есть оценка, но я не могу. Оценка есть у вас, да? Хорошо. Зачем вам знание, если у вас есть оценка? Оценка есть, оценка есть. Я чувствую, что после моих лекций будет экзамен, а после экзамена будет такая же картина. Так, ну, можно я скажу тоже, да? Как участник этого мероприятия, я же все-таки тоже гражданин. И тоже немножко историк. История изучает современность, как результат предшествующего развития человечества. То есть, что историков возвышает над другими людьми, которые сейчас что-то много знают про современность. Они знают эту современность без корней. Да? То есть, а историк изучает современность, но с учетом того, как мы до этой жизни дошли. Что происходило и как к этому пришло. Поэтому историк в этом смысле выше, чем представители других наук. Потому что они как бы их в данный момент изучают. А вы изучаете тоже в данный момент. Но с движением к этому. То есть, и Гегель об этом специально писал. Вы берете не только результат, а результат вместе с процессом, который привел к этому результату. Так? Это хорошо? Это очень хорошо. Потому что, если мы не знаем, какой процесс пришел к этому результату, то мы и не можем понять и современность. Поэтому у нас вот и первые лекции изобиловали всякие примеры как раз исторического характера. И видно, что люди, которые осуществляли это действие, они одни. Понимали, что они делают. Ставили себе известную цель. Некоторые говорят, действовали сознательно. Я бы так не сказал. Они действовали умышленно. Умысел был такой. А у нас с вами должен быть замысел. Мы различаем замысел и умысел, да? А этот замысел должен строиться на понимании того, как получилась эта современность. Какие тенденции есть в этой современности. И следовательно, нам нужно выбрать, какую тенденцию, которая есть в современности, поддержать, а какой стараться помешать. А если мы просто встанем и руки так расставим, то каждый человек слаб в этом отношении. А если человек поддерживает какую-то сознательно, поддерживает позитивную тенденцию, он становится сильнее, и тенденция становится сильнее. И наоборот. Об ушком веревочкой не перевяжешь, то и об ушком потом не прибьешь. То есть если не будешь вовремя сопротивляться такой-то негативной тенденции, она станет могучей, и тогда уже ситуацию можно не спасти. Поэтому в современной жизни нужно различать негативные и позитивные тенденции, а их нельзя различать, если вы не знаете, как мы дошли до жизни такой. Правильно? Поэтому без историков, которые как раз знают, как мы дошли до жизни такой, но которые доводят все-таки до современности, они только говорят, что в таком-то храме, в таком-то веке было то-то. Это хорошо, что мы это знаем. Но как это все повлияло? Надо это все как-то увязать с дальнейшим движением. И тогда мы люди, которые изучают современность. И активные, так сказать, созидатели, с одной стороны, а с другой стороны, мы должны активно сопротивляться тому, что противоположно общественному развитию. Правильно? Субъективно. Вы так просто не сформируете общественное развитие. Оно идет, это формирование. Но в этом, чтобы участвовать, надо ставить сознательную цель, связанную с тем, что мы уже выявили, какие тенденции положительные, какие отрицательные. Тогда мы можем быть сознательными участниками этого процесса. Ну вот, поэтому мы сейчас обратимся к глубокой истории философии. Уже к истории философии. Почему? Потому что вот люди, которые неграмотны в философии, они кормятся остатками умерших философских систем. Поэтому то, о чем я буду говорить и что буду упоминать очень кратко, это все на самом деле такие взгляды, которые есть в современной жизни, и некоторые на этом и стоят. И они не ушли дальше того, что было много веков назад. И думают, что они такое что-то новое, современное, оригинальное делают. У вас, кстати, с кармой как дела? С кармой как? Хорошо? То есть вы неверующие? Вот, вы верующие, не верите в карму. Ничего не могу поделать. Другие верят в карму. Вот у вас что-то заболело, значит, карма у вас плохая. Несите деньги, и мы это ваши, если деньги достаточно большие, поправим. Если маленькие, не поправим. И столько людей уже на этом подвязается. Чего у нас только нет. То есть у нас организованы уже эти системы. Недавно все-таки наше государство огрызнулось и съело этих свидетелей. Свидетелей же надо, разве можно трогать свидетелей? Оно взяло и... Перешло все границы и ликвидировало свидетелей и Еговы. Вот это да. А у них такой там центр могучий на Коломяшском проспекте. Центр съездов прямо целых. И у меня, я вот этих свидетелей очень хорошо помню, они приходили в Ульяновске. Мы там субботники проводили. И вот идет, тут три тетеньки у них, книг таких много. Пришли к нашим товарищам и говорят, а как вы вот относитесь к Библии? Я говорю, мы нормально относимся. Там вот Михаил Васильевич, идите к нему, у него справа. Приходит ко мне. Вы, говорит, как относитесь к Библии? Вы, говорит, Библию читали? Я говорю, читал. Всю. Всю. А вы кто такие? А мы свидетели, я говорю. Что, говорю, вы видели его? Нет. Так вы уже свидетели. Они взяли эти свои книжки и куда-то побежали. Сразу. Свидетели они, видите, никто не видел. А деньги выжимали из людей. Очень здорово. Так что мы наблюдаем тут всякое в этом смысле. Так. Ну, начнем сначала. Когда зародилась философия? Ну, раз мы историки, так сказать. Когда? В 7-м, в 6-м веках до нашей эры. А философия, наука о чем? Вот это мы должны сказать. Иначе мы как можем изучать? Истории уже сказали? А философии нет? Давайте все-таки ответим. Вам-то легче уже с философией сказать. Да? Да. О чем философия? Ну, наука о том, как устроено граждание. А в устройстве граждания? Нет? Что, инженерная наука, что ли? Наука об общих категориях. Общих. То есть у нас с вами есть общая категория. И наука это изучает, нашу с вами общую категорию. Да? Что-то вы где-то опустили какие-то буквы. А всеобщих не хотите? Всеобщих. Ну, спасибо вам. Наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Философия. Наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Всеобщие – это значит, где они? И в природе проявляются, и в обществе, и в мышлении. Законы. А закон что такое? А? Ну, тут тяжело. Вот, Люли, без философии трудно даже определение понимать. Закон – это спокойное явление. То, что спокойное, то закон. А это вот явление может быть и туда, и сюда. Но что-то есть такое устойчивое, постоянное, на что можно опереться. Законы. Природы, общества и мышления. А наука что такое? Систематизированные знания. А? А в окружающем мире систематизированные знания. То есть вы себя исключаете из мира? Ну, я отчасти. Как нет? Вы об окружающем мире. Вот мы вас окружаем. А если брать на точку отсчета другого человека, то я не окружаю. А что это вы другого хотите взять? А вы не хотите тоже быть этим элементом этого мира? Что это вы только окружающие берете? Сейчас вот и в школе. Я, например, никак не могу понять. Почему школьники должны обо всех, кроме него? Если меня окружать. Представляете, я в окружении сейчас. В окружении историков. Окружающий мир историков. А я философ. Какая-то ерунда. А нельзя просто сказать о мире? О чем дело тогда? Зачем тогда так говорить? Аркадий, не говори красиво. Интересно. Значит, наука что такое? Наука. Вообще само понятие науки. Наука – это система знаний. Или знания, приведенные в систему. А если у меня не систематические знания. Это знаю, это знаю, это знание. Кто я? Это знание. Нахарь я. Не надо так. Можно контрпример. А телефонная книга – это ведь тоже знания, приведенные в систему? Да. Нет, она – это не приведенные в систему. Так? Потому что система, диалектическая система, я о такой системе говорю. А вы нам хотите навялись метафизическую. Да, потому что для представителей системного подхода куча песка тоже система. Система с точки зрения, вот, весь такой ветвь псевдофилософии, так сказать, называемый системный подход. Дескать, что есть система? Вот вы – система, куча песка – система, кристалл – система. Есть элементы, структура, внутренние связи, внешние связи. И всё. Вот ваш портрет. Хороший. Чего я не взял? Противоречия не взял. То есть это вот весь этот системный подход и ваш телефонный справочник, они исключили противоречия из рассмотрения, и вот у них система лишённая противоречия. Не диалектическая, а диалектическая система предполагает начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. А сама система есть логическое движение от начала к результату. Телефонный справочник по-другому построен. А, Б, Б, Г, Д. И начало там на букву Н. Понятно, что такое система. Систем мало в науке. Не у всех наук получилось создать систему. Не у всех. Если сложные науки, они вот задерживаются. В медицине нет системы. Очень сложная наука. А как определение системы? А? А как система науки? Как определение системы? Система предполагает наличие. Начало, как неразвитый результат, а результат, как развернутое начало. И само это диалогическое движение от начала к результату. Вот таким образом построена политэкономия, капитал Маркса. И больше таких книг нет ни одной. Экономических книг ни одной. И не может быть. Это редкость. Это системы элементов Менделеева. Где можно, так сказать, прямо находить элементы. Еще не открывая их, прямо им свойства указываются просто по месту, по положению в этой системе. Они так и идут. Начинают их атомные веса считать. И пошло, 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 пошло. Дальше. Дальше. Мы знаем физики две системы Ньютона и Эйнштейна. Ну, в общем, это редкость. Можно спросить? Можно спросить, можно. А противоречия? Есть ли предвидения? Конечно. Это единственная борьба противоположностей. А вы как считали? Я думал, что нет. Ну, как у точки? Ну, думать-то вам не запрещено. Вы гражданин России, больнодумец. А вы же говорите, на ухо-логике читали. Книгу вторую открывали? Я уже не помню, я давно читал. А зачем читать? Читать это чрезмерно. Возьмите, перелистайте оглавление, и там найдете противоречия. Если вам нужно найти противоречия, сюда раз, нос сунули, и нашли противоречия. А вы не поймете? Ну, вы найдете? Ну, найдете. Вы увидите, что там есть определение. Ну, вы меня хотели спросить? Я вам ответил. Я ответил? Все, у меня свидетели, вон, полный зал. Так что все у нас хорошо. Понятно, да? Ну, вот, поскольку научная система предполагает вот эти требования начала, результаты, движения, то, конечно, вот в таком виде действительные системы, на самом деле, в философии тоже только две. Аристотелевская всеобъемлющая система, формально-логическая. И гегелевская система. Ну, это системы двух логик. Вот логика одна, аристотелевская, и вторая – геологическая система Гегеля. И все. Случа нету. Ну, а что касается всяких философских глядов, представлений, определений, это относится к здравому смыслу. Что такое? Здравый смысл состоит из обрывков курсов прослушанных в УЗИ, плохих учебников, материалов плохих учебников, словарей. То есть из каши. Философская каша. Называется здравым смыслом. Мы, говорит, будем руководствоваться здравым смыслом. Ну, что мне в голову придет, тем буду руководствоваться. Сейчас придумаю я, что я сейчас пойду и кого-то стукну по голове. Скажет, а что вы-то делали, зачем? Мне подсказал здравый смысл. По-моему, говорит, у вас не здравый. А по-моему, говорю, здравый. И раз, и этого тоже, который спрашивает. Он лучше, говорит, уйти отсюда. Ну, уходите, говорю. Мне подсказывает здравый смысл, что лучше вам уйти. Я знаю. То есть здравый смысл безответственно совершенно за явление. Ну, что значит здравый смысл? У вас один здравый смысл, у меня другой у него третий, четвертый, пятый, шестой. То есть тут нет никакой системы, никаких критериев нет. Ну, мы с ума-то не сошлись, поэтому все, что вы говорите, здравый смысл. Ну, люди руководствовались здравым смыслом, уже проголосовали. Мы с вами разбирали. Это здравым смыслом же руководствовались. Ну, уже написано, что за сохранение союза. А дальше дочитать за подлог. Дочитать, что суверенное государство. Ну, что, дочитать до конца. Когда читать? Тряси надо. Некогда читать. Голосовать надо. И все. Куда спешили? И от кого вы освобождаетесь? Радость такая. Великая Русь освободилась. На нашей территории нет. Так потом раз, и ГКЧП арестовали всех. А кто этому подрестовал? А Россия. А почему? А у нее территория союзная-то не действует. А российские-то действуют, законы. Взяли и арестовали. Чтобы закончить этот вопрос. А на территории России вообще законы не действовали одно время. Это по какому закону стреляли по Белому дому? По здравому смыслу. Подогнали танки. Бах! Можно стрелять по высшему законодательному органу страны? Можно? Как нельзя? Если... Как это нежелательно. Как нежелательно? Расстрелять. Как нежелательно? Здравый смысл подсказал Борис Николаевич? Ну и советники американские еще были. А он здравым смыслом руководствовался. Ну, здравым относительно, он не всегда был трезв. А как это называется мероприятие тогда, когда стреляют по высшему законодательному органу страны? Как бы вы это определили? Что это такое? ГОС-переворот. А? ГОС-переворот. Какой переворот? Что переворот? Уже президент был. ГОС-переворот. ГОС-переворот. Фашизм это называется. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных элементов финансового капитала. А чей капитал? Американский? Своего-то еще нет тогда финансового. А почему террористическая диктатура? Уже, если все были. CNN показывает этот кошмар такой, когда танки стреляют по парламенту. Еще где-нибудь когда-нибудь в истории был такой случай, что по парламенту стреляли танки? Товарищи историки. Назовите мне. Не танки, а другие. Не надо другие. Танки давайте. И что вы мне другие подсовываете? Ну, в Германии, когда Берлин брали. Что? Когда что брали? На Берлин брали, в Германии. Нет, так это другие. Мы из другого государства. Мы же не по своему парламенту стреляли. А это по своему. В Японии как-то милитамизм захватил власти. Они тоже поставили там танк, но он не стреляет. Ну, значит, нет такого примера. Раз не стреляют. Значит, вам Гегель, знаете, что сказать? Танк, из которого не стреляют, не танк. Стакан, из которого не пьют, не стакан. Это сосуд. И все. Или, так сказать, определенный цилиндр. То есть у нас в месяц был фашизм. А потом сказали Борису Николаевичу, в наше время надо как-то газеты открыть. Вот нашу газету, например, закрыли на 40 дней в связи с чрезвычайным положением в городе Москва. Мы спрашиваем, а почему нас-то закрыли? Мы в Ленинграде. Так вы написали, подаем пучь Ельцина. Написали. Так у нас, говорю, гласность. Так вы написали, раздавить гадину. Говорю, написали. Так у нас нет цензуры. Ну что мы можем сделать? Ну нету. За что вы нас закрыли? А, говорит, чрезвычайное положение в городе Москва. Так мы за Ленинграде. Вы же российская газета. Но мы же не московская. А потом сказали, все, открываем. Пишите, что хотите. Мы писали потом, что хотите. Мы написали. Пришел к нам Станислав Золотцев. Секретарь Союза писателя России принес басню. Под нож называется. Вот Свердловский, первый секретарь. Боров Свердловский. Залез в Кремль и душит всю Россию. Россия дышит мятежом. Но каждый Боров должен полнить, кончает век свой под ножом. Мы ее напечатали. Тут, значит, товарищи демократы, либералы потащили это дело в генеральную прокуратуру, в генеральную в городскую, в городскую, в районную. В районную вызывает главного редактора. А я консультант. Профессор по кафедре экономики и права. Мне главный редактор говорит, ты-ка у нас профессор по кафедре экономики и права. Говорю, я. Ну, иди вон в прокуратуру. Я и пошел. Прихожу, в чем дело. Он говорит, вы писали. Писали. А почему вы поместили такое стихотворение? Я говорю, это не стихотворение. А что это? Это басня. А в баснях же там волки, свиньи, бараны, козлы. Ну, что хорошее. В баснях. И все цари это терпели. Правильно? Цари, наверное, не понимали? Ну, шутка такая. Шутка. А вы что, не понимаете? Нет. Говорит, я все понимаю. Я спрашиваю. Я просто проверку произвожу. Прокурор говорит. А, ну, еще какие у вас вопросы? А вот, я говорю, может, вы там, имели в виду? Еще был там один товарищ, глава администрации у Ельцина. Свердловский был первый секретарь. Нет, это я не имею в виду. Он говорит. А кого вы имеете в виду? Я спрашиваю. Я? Нет, я, говорит. Он говорит, я никого не имею в виду. А, так тогда вы провели проверку? Он говорит, провел. Ну, все тогда. Он говорит, ну, все. Можно я вам расскажу анекдот? Ну, расскажите. Выходит, Жуков от Сталина. Не утвердил Сталину ему операцию. Проходит мимо генералов. И говорит, ну, рожу с усами. И пошел. Генерал в раз к Сталину. Говорит, все, Сестренович, это Жуков про вас такое сказал. А ну, вернее его. Вот побежал. Георгий Константинович, вас, товарищ Сталин. Ну, вызывайте. Жуков приходит. Товарищ Сталин. Морзук, товарищ Сталин. Товарищ Жуков, вы кого имели в виду? Гитлера, товарищ Сталин. А вы кого имели в виду, товарищ генерал? Ну, и так поговорили, и рассказал. И пошли мы домой. Демократия. И все. Проверка была? Была. Это не один случай. Второй случай был про Степашина. Мы написали, как он в Чечне там воевал. Карикатуру. И Степашин взял и подал на возбуждение уголовного дела в прокуратуру. Опять та же самая история. Там уже мне звонят. Я уже был главный редактор. Звонят мне народные правды. Российская газета звонят. Все время зовут. А я прихожу, я из университета прихожу вечером там, в седьмом часу. А они до шести работают. Целый месяц звонят до шести. А я в полседьмого прихожу. Я говорю, будет звонить, скажите, что я вот рано не бываю. Но им оставаться после работы и звонить тоже не хочется. И так вот мы. Целый месяц звонки, и никто никого не трогает. Хорошо. И вот сижу я в кабинете, красный телефон. Бац! Здравствуйте, я прокурор Центрального района. О-о-о! Мне говорили. Наверное, вы хотите, чтобы мы пришли. Вот именно, говорит, хочу, чтобы вы пришли. Я беру своего начальника политического отдела, заслуженного работника культуры Российской Федерации. Чтобы не говорили, потому что я матом что-нибудь говорил. Лучше второго человека взять всегда, свидетель, лучше. А еще лучше двух. Ну, одного. Приходим. Серое здание рядом сейчас, где вот галерея, и вот следующее здание как раз по акваратуру. Здрасте, здрасте. Ну, вот сидит здесь, прокурор говорит, так вот, товарищ Сипашин, только он перестал быть председателем Совета Министров, пошел на счетную палату. Но перед этим он собирался в мэры идти, губернаторы Санкт-Петербурга. Вот, говорит, на вас Сипашин написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело. Я говорю, а чего такое? А вот вы напечатали там про Сипашина, карикатуру показали. И Бушин у вас, Бушин-то лучший публицист, такой матерый. Прекрасная статья, веселая такая написана про Сипашина. Ну, так вот, он требует вас привлечь к уголовной ответственности. Я говорю, так это мы год назад просто вышла книга, а мы из нее перепечатали. Он говорит, да, это перепечатка. Я говорю, перепечатка. Так тогда и вопросов к вам нет. Но вы мне принесите эту книгу, ее принесу. Да, а тем более, говорит, что он перепутал статью. И что он написал? А он написал статью, которая за изнасилованием. Я выхожу от него и сразу Бушину в Москву звоню. Владимир Сергеевич, дорогой, вас привлекает за изнасилование. Степашина. Он, смотрю, у него там глаза загорелись. Нет, у вас ни одного, и меня, и художника. Тот не проходит недели, в газете завтра заметка Бушина о том, что вот меня хочет привлечь профессора Попова товарищ Степашин за изнасилование Степашина. И тут как раз по радио он выступает и отказывается быть кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга. Потому что здесь, говорит, в Санкт-Петербурге работают черные технологии. Ну, что делать? Так что считайте, что я участник черных технологий. Вот, все вроде открыто были, газета, нам объяснили, гласность, все хотите, то и печатайте. Мы что хотим, то и печатаем. Какие претензии? Ну, по-разному это воспринимается. Например, вот, когда мы выпустили книгу «Выбор нового курса», Василий Акщельмеев, доктор экономических и философских наук, заслуженный деятель науки, он сейчас уже покойный, в 91-м году против моего однофамильца Гаврила Попова, он мне, кстати, отзыв положительный на докторскую прислал, но книга у него плохая, а мы написали критику, 50 тысяч экземпляров в издательстве «Мысли», выбор нового курса, вот, а у него десоветизация, деэдиологизация, дефедерализация, разделить этот весь Советский Союз на куски, это же не просто там, референдум идет, писали же люди, доказывали, объясняли, вот, и вот товарищ, третий товарищ, Долгов, который у нас был первым проректором потом, это потом было, а тут вот вдруг выходит наша университетская газета и там написано, вот, разворотит, эта книга готовит военные перевороты, ну, вот что вы будете делать с этими, с авторами такой книги, Совет собирается уже большой, я думаю, надо и как-то дубликать, надо, ну, я не член Большого Совета, вот, Василий Аклевич, Ельмеев идет на Большой Совет, но он такой был человек лихой, ударный, он идет к Петровскому залу, большое скопление народа, там профессор, ехидный такой, Василий Аклевич, а там, значит, карикатура, танк, на танке написано «Объединенный фронт трудящихся» и содержание, что эта книга готовит военные перевороты. Вот профессор говорит Ельмееву, Василий Аклевич, из вашей книги выползают танки. А Ельмеев говорит, из нашей книги выползают танки, но из вашей книги говно. И все закончилось. Вывод. Демократия у нас. Все хорошо. Но правильный ответ надо иметь. Значит, что сейчас в головах у людей? Не просто каша, а это, как говорил Энгельс, умерших всяких философских систем. А если мы хотим это увидеть, мы должны немножко пройти по истории философии. Поэтому в начале курса мы и так и пойдем. Вот. Значит, начало датируется VI веком до Новой Эры. И дальше как бы некая граница между мифологией и наукой исторической. Правильно? И философией мифологии. В разных регионах Земли происходит рождение и становление первых философских учений. Где? В Древнем Китае, Древней Индии, и в Древней Греции. Вот три таких площадки на Земле. Первоначальным мировоззренческим стержнем философии был вопрос об отношении человека к природе. Среди основных школ Древнего Китая можно выделить следующие. Три. Конфуцианство, Моизм, не путать с Моизмом, Моизм и Даосизм. Даосизм. Родоначальник Конфуцианства Кун-Фу-Цзи, Конфуций. В чем суть его теории? Небо высшая сила. Трудно с этим спорить. Посмотришь на небо ближе к ночи точно высшая сила. Оно следит за справедливостью на Земле. Видно, что у нас за справедливостью только небо следит. Больше никто не следит. То есть, это актуально. Все зависит от воли неба. То есть, никто не знает, что будет, что будет завтра, что будет. То есть, очень современная такая теория. Небо – это рок, судьба, закон. Короче говоря, дао. То есть, если они знают, что будет, значит, как будет, так и будет. Это все от неба зависит. А в общественной жизни культ предков. Хорошо. Веди себя достойно, уважай старших, совершенствуйся сам, не обманывай, не срывай свой гнев на других. Ну, только не написано «Изучай науку Луэки Гегель». Я бы дописал, и вообще была бы современная такая концепция, очень хорошая. Эти простые рекомендации традиционны для китайских верований. Моизм. Основатель. Мо-ди или Мо-дзи. Моисты отрицали предопределенность всего судьбой. Это значит, спорят с той концепцией. Да? Не все небо определяет. Не только судьбой. Небо не предопределяет все и вся, а лишь желает, чтобы люди любили друг друга. Ну, хорошая же концепция. только вот мы хотели стать конфуцианцами, а тут еще лучше. Чтобы люди любили друг друга. Вот вы миллиардеров любите? Если не любите, надо полюбить. И они вас любят, потому что как вас не любить? Ваши деньги перекочевали к ним из ваших карманах на их счета. По-моему, надо любить. Вот КПРФ любит же Грудинина. Очень современно, я считаю. Любит друг друга. А Грудинин разве не любит КПРФ? Конечно, любит. Так бы ему замучиться подписи собирать. А тут партия его представила, и ни одного подписи не надо собирать, сразу раз и зарегистрировали. Осталось только счета закрыть, но никак не может пока. Так. Кроме любви к ближним, они проповедовали любовь к дальним. Это уже вообще супер. Почему? Потому что вот Ленин, когда разъясняет в Великом Почине, что при капитализме все любовь к ближнему проповедовали. К христианству любовь к ближнему. А если вот у вас ближняя, вот она. А ко мне что-нибудь не надо, что ли? Я вот уже на расстоянии все тогда. Я лучше подойду туда. Можно я к вам подойду? Во. А потому что дальняя, когда дождешься? А вот уже любовь к ближнему. Всем другое. Опять, что вы меня полюбили, я к вам. Нет, к вам не буду. А сейчас обвинят, почему попало? Не пойду. Лучше к дальнему любовь. Вот любовь к дальнему. Будучи убежденными противниками войн, они были первыми пацифистами. То есть они были первыми, кто не разбирался, какая война. А сейчас не только не разбираются, а сейчас они не знают, что такое война. Сейчас проверим, что такое война. А то мы выше же этих всех конфуцианцев и маистов, да? Война. Что такое? Высшая форма политической что-то там. Слышал звон, да не знаю, где он. Так. Ну, что такое война? Что, не знаете, что такое война? А вы что, маист? Это столкновение двух несогласных, или нет, столкновение двух сил, выраженное в насилии. Ну, конечно, если я с вами затолкнусь, это точно будет насилие. Посмотрите, столкновение, я ничего не делаю, послушал. Так вот, и столкнулся. И где война? Покажите мне войну. Ну, вот все люди смотрят. Где война? А столкновение было? Да. Сил? Было? Вы не сила, что ли? Я не спрашиваю, что вы имели в виду. Вы что сказали, то я и проделал. Вы за свои слова отвечаете, нет? Да. Вы за свои слова отвечаете. Ерунда. Это не война. Что, никто не знает, что такое война? Может, мы... А, государственные силы. А у нас государственный университет, вы государственный студент, а я преподаватель в государственном университете. Силы государственные у нас. Все хорошо. Вот там кто-то хочет сказать. Может быть, основой должен быть дикламацией? Это пьянка, что ли? И потом подрались там на банкете. Наиболее острая форма конфликта. Наиболее острая форма конфликта между кем и кем? То есть, если вот я... Вот я с вашим соседом сейчас подерусь. Это будет наиболее острая форма конфликта. У вас есть что-нибудь тяжелое? Дайте вот компьютер. Только закройте его. И я его по голове. Это наиболее будет острая форма конфликта. А вы приготовьтесь тоже, чтобы меня с чем-то тяжелым. Это будет война, что ли? Ну, я удовлетворил требования ваши. Иначе не проходит. То есть между государствами выражены столкновения армии. То есть шли две армии, столкнулись. Нет. И побросали винтовки все, да? Вы хоть понимаете, что такое столкновение? Ну, столкновение это-то мертвичина такая. Столкнулись. И вот слово такое выкопали. Ну, два автомобиля столкнулись, я понимаю. Ну, как это? Столкновение, это ничего не предполагает. Один сидел и улыбался, второй сидел и улыбался. Но на большой скорости навстречу ехали друг другу. Бац! Столкновение. Это война, что ли? Ну, столкновение было? Да у нас сколько таких столкновений? Сколько войн-то проходит? В вашем определении. В Ленинграде, в Петербурге. Так, товарищ, давайте. Надо уже честь спасать этого исторического института истории. Да, пожалуйста. Война – это метод разрешения на накопившиеся противоречия общества. Что-что? Метод? Разрешение на накопившиеся противоречия. Метод разрешения. Таких методов, может, сколько угодно, накопившихся. Ну, тьма их существует, методов. Дать денег. Отнять деньги, отнять деньги. Противоречия не разрешают. Ну, да, но как-то это неопределение. Война – это убийство людей одного государства другим государством. То есть одно государство посылает такой террористический отряд, ну, или там, спецотряд, и 15 человек убивает. И под ваше определение подходит. А войны никакой нет. Это официально объявленное должно быть. Ага, если не объявленное. Вот Гитлер... У нас нет, не было войны. Второй мировой. Нет, Второй мировой не объявлял. Может, она объявлялась, но нам Гитлер не объявил. Не было войны у нас с Гитлером. Спасибо вам. Порадовался. Можно, да? Конечно, можно. Столкновение... Опять столкновение? Это вот, вот это ваша... Вот это ужасно. Да-да, давайте. Столкновение интересов двух политических сил, выраженное насилием. Друг против друга. Например. Двух политических сил, да? Это что, Единая Российская ПРФ, что ли? Двух политических сил, и один КПРФник побил представителей Единой России. А два представителей Единой России побили тоже другого КПРФника. политические силы, насилие, выражено, да, грубое насилие, уже из протокола составлены, разбирается сейчас. Сейчас как раз самое время не допустить такого. Очень у вас актуальна эта точка зрения. Но можно я скажу? Можно? Война – это вооруженная борьба классов, наций или государств. Борьба, слово, вам не приходило. Что за столкновение-то все? Ну, слово «борьба» вот. Куда вы дели его? Я не понимаю. Но вооруженная. Если я с вами не вооружен, вот сейчас драться будет. Война? Нет. А борьба? Да. Вооруженная борьба. Ну, не всякая же. Стрелка бывает. Две группы бандитов борются. Вооруженная борьба. Наций, классов или государств. Если нацией борются, вооруженная борьба нации – это какая? Национальные войны. Национально-освободительные войны, да? Классические. Государств – обычные войны. А классов? Гражданская война. Ну, хорошее определение. А где вы плохие берете определения? А мы руководствовались здравым смыслом. Ну, правильно же? Человек здраво подумал так. То есть, вот у нас задача какая? Вырабатывать понятия и точное определение. Пожалуйста. А если племена воюют? Что-что? Если племена воюют? Это же не классный, не государственный. Это межплеменная рознь. До войны не доросли. Ну, это, знаете, все. Двойна тоже выросает явление. Вот оно когда вырастет, то так и к вечеру. В каком этапе появляется война? А? В каком этапе тогда появляется война? В том этапе, когда есть государство, классы или есть нации. Видели? Там из определения следует уже. Читайте уже по тексту. Если это вооруженная борьба, классов, нации или государств. Я начинаю разбирать, какой ответ надо. Когда уже оружие есть, когда есть мордобой, это не война. Так, классов, ну, понятно, гражданская война. Эти вооружены, эти вооружены. И вооруженная война. Нации, нации тоже вооруженные. Или государство. А государство – это вообще машина насилия. И у нее не временно вооруженные, а они вооруженные и сначала, и на все время существования государства. Это хорошее определение, очень точное. Все под него подпадает. Ничего лишнего под него не подпадает. Так это и требуется. Есть, конечно, у Гигеля определение определения. Но я чувствую, что некоторые товарищи до этого не дочитали. Я знаю. Ну, попробуйте сформулировать. Комиссия, которая есть в себе, просто в личной сущности, находится в единстве с другим моментом этого нечто. И он быть явным. Напомните мне на экзамене. Я вам балл повышу. Если будет 5-6, поставлю. Ну вот, осталось только разобрать, что это значит. Первое слово какое? Качество. Значит, во-первых, определение – это какое-то качество. Качество. Одно. Несовокупность признаков, как говорят. Это вот наберем этого всего, этого, этого. Всякие твари, попари, получим. Нет. Качество. Вот хороший человек, допустим. Какое у вас качество? Хороший или плохой? Надо это решить. Вот кто этот? Хороший он человек или плохой? Если бы он был плохой, вы бы рядом же не сели же. Поним? Вы бы отсели бы вот сюда, на это место. И все. Я считаю, что он хороший. Я вот смотрю на вас и понимаю, что он нормальный человек. Хороший. Что значит хороший? Хороший – это не то, что сегодня хороший, а завтра он начинает. Черт возьми, что делать. Поэтому это качество, которое есть в себе. То есть в себе это значит сохраняется. Вот вы сейчас в себе, нет? Да. В себе это значит… А если он не в себе, я не знаю, что он со мной сделает. Он сам не знает, что он со мной сделает. То есть в себе это равенство с собой. Ничего тут другого нет. Или вы пришли к секретарше директора. Он говорит, сейчас я приду в себя и буду с вами разговаривать. А где ты была? Я, говорит, вот была, маникюр надо убедить. Я же и маникюрша. Я же и пациент. То есть в себе бытие. Качество, которое есть в себе, только сохраняется. Если оно не сохраняется, сегодня вы улыбаетесь, завтра вы улыбаетесь, зеленый оскал. Нет, это не вы там. Это не ваше определение тогда. То есть которое сохраняется. Оно сохраняется, когда на него не наступают? Или оно сохраняется при сопротивлении, столкновении с инем? Если он хороший человек, он всегда хороший. Трудные условия, он все равно хороший. То есть это означает, это выражается словами, и сущность находится в единстве с в нем бытием. В нем, то есть выходит вовне. То есть если это никогда ни в чем не проявилось, то не надо рассказывать, что он хороший человек. Он просто ни разу себя ни в чем не проявил. Это называется невинный. Не невиновный, а невинный. То есть мы не знаем, он ничем не сталкивался. И вот первые же какие-то события он или предал, или изменил, или нарушил. Поэтому он должен проявить эти качества и затвердить. Правильно? Пришли немцы. И что сделали коммунисты? Которые коммунисты по определению, а не по названию. Что что? Они сделали подпольные обкомы и пошли взрывать эти самые поезда, под откос пускать. Создали партизанские отряды. А хрущевские коммунисты что сделали? Они пошли сразу в банки. Они не соответствуют определению коммунистов. Правильно? То есть определение – спасибо, что вы это порадовали. Учитесь. Кто у вас учитель-то? Не надо. Это вы у Гегеля прочитали. Это у нас с вами учитель Гегель. Не надо этого подхалимства. Он ваши лекции смотрел. А? Он 20 лекций пошел. Ну и что? Ну и он должен был усвоить лекции-то по Гегелю. Не по мне же. А Гегель про меня лекции никакие не читал. И не было тогда еще этого самого интернета. Так. Вот. Ну и что? Можем дальше продолжать? Что там у нас? Очень актуальные люди написали. Товарищи философы. Древние. Так. Значит, противники. Пацифисты. Они тогда не разбирались. Войны бывают справедливые, несправедливые. От чего это зависит? От того, от прогресса это способствует война. Или наоборот реакции. Верно? И с какой стороны? Какая? С одной стороны может быть справедливой. Национальная война со стороны тех, кто освобождается от колоний. Да? От колониальной зависимости. Это справедливо. А те, кто как раз пытается удержать порабощенные нации в колониальной зависимости. Это несправедливая война. Поэтому нет тут... Про войну в целом нельзя так сказать. Вот у нас, скажем, была отечественная война, а вот про войну американцев и англичан с Гитлером не скажут, что она отечественная. Правильно? А они и не говорили, и не говорят. Вторая мировая, и все. Так. К традициям моисты рекомендовали относиться критически, выбирая только хорошее. Что тут плохого? Вот если мы формируем набор для здравого смысла, без системы, то это, в общем-то, такая рекомендация. Неплохая, правда? Давайте не просто здесь сказать, давайте будем действовать традиционно. Посмотря какая традиция, надо разбираться, критически подходить. Дальше. Даосизм. Его основал Лао Цзи. В основе лежит Дао. Первоначало, первоснова и завершение всего происходящего в мире. Ну и что тут такого плохого? Ну, а потом, скажем, Маркс с Энгельсом сказали, есть материя. И все. Ну и вот вам и дао. То есть, как бы это не противоречит, правда? Первооснова. Материя. Есть только материя. Все материя. Кроме материи ничего нет. А мы как же? А мы шефа. А вы высшая форма развития материи. Как можно вам комплимент сделать? А что это значит высшая? Ну, обладающая сознанием. А сознание что такое? Это рядом с вами или это что? Внутри нас. А? Внутри нас. Так нельзя. Внутри нас получится, как это были тогда такие философы, Бюхнер, Фокт и Малишотт. Они думали, что мозг вырабатывает мысль, как печень вырабатывает желчь. А тут не так. Это свойство ваше сознание, а также и моё, а также и ваше, и ваше, и всех остальных. Это свойство высокоорганизованной материи, состоящее в том, что оно отражает мир. И направлено на его преобразование. Правильно? Свойства. У вас есть и другие свойства. У вас рост есть? Есть. Это рядом с вами этот рост или вы имеете такой рост? Ваша характеристика. То есть, так же и с сознанием. Это не рядом с вами. Вот, хоть внутреннего не надо закладывать, и вовне его никак нельзя выведеть, как внешний блок. Значит, и добавлять какие-то блоки. Ну, книги можно добавлять, записывать что-нибудь. То есть, сознание – это свойство высокоорганизованной материи, обладать сознанием, отражать мир и направлять свои действия, направлять действия свои на преобразование этого мира. В общем, мучились философы, когда вот все это формулировали, чтобы это было сформулировано без удвоения, чтобы не получилось. Материя одна, но она имеет разные формы. И это вот высшая форма. Вам приятно, чтобы высшая форма материи? А могли быть рыбкой, а вас бы съели на обед сейчас. Ну, вам повезло. А за это вам экзамен будет. А рыбка не сдает экзамена. Ей тоже повезло. А что такое повезло? Повезло – это хорошо стало. А могло? То есть, могло быть гораздо хуже. А это всегда можно сказать, а могло быть хуже. Это случайно? А? Это случайно? Ну, конечно, случайно. Если повезло, только случайно может быть. Если не случайно, тогда задумали, тогда это вы успех уже. А? Включайте. Вы же граждане, включайте, и все. У нас самодеятельность народа. Ну, теперь я уже все не буду высказывать. Раз тут светло так. Сейчас подглядывать будут. Так. Двигаемся дальше. Дао – основа и субстанция всех вещей. Неудивительно, да? Так же и в материализме. Материи. По сути, дао – это изначальное небытие, становящееся бытием. А это вот прямо противоположно материализму. Прямо противоположно. Дескать, небытие, превращающееся в бытие. Почему? Почему противоположно? А потому что вы можете как угодно называть первую категорию. Она есть? Называйте её небытие. Ничто вы можете называть. Но она есть? Раз есть, она бытие. То есть от этого не открутишься. Вот это Гегель сделал. Гегель поставил на этом точку. Но я знаю один заведующий кафедры из Казани. Он приехал, книгу написал. Первая категория. У него ничто. Небытие. Так она у вас первая? Первая. Так она есть у вас? Есть. Ну так она у вас бытие. А написано небытие. Так вы перепишите, что у вас там написано. То есть на это обратил внимание и Гегель раз навсегда. И всё равно некоторые возвраты к этому есть. А возвраты есть к чему? А вот вон куда аж откаты. К тому, чтобы считать, что первая категория – это небытие. Как может быть? Там не стоит ибытие. Она и так и составлена сразу из двух. Как это может быть такое составное слово? Начало. Отрицание чего-то. То есть всё, с чего начинается. Вот я с чего-то начинаю. Оно есть? Если я начинаю, так оно есть? Ну раз есть, значит, бытие. Бытие – это отвечает на вопрос. Есть или нет? Это важно или нет? Почему так вот вокруг бытия ходят? Вот важно, что вы есть или нет? Если вам не важно, так и уходите. Но это ещё мелочь, если уходите. А вот из жизни-то тоже, если вам не важно. Сейчас уйдёте из жизни и скажут, я слушаю, слушала эту лекцию. И решил подняться выше ещё. Тут второй, третий этаж. Ну тут ничего, с третьего этажа ничего не будет. Только ногу сломайте. Ищите там. Вот построили лахта-центр. Там можно пролетать и долго говорить, что полёт идёт нормально. То есть, вот это очень важно. Понять, что первая категория, самая простая, бытие – а какое? Чистое. То есть ещё о котором нечего сказать, кроме того, что оно… А раз нечего сказать, то сразу мысль приходит, что бытие переходит в ничто. Вот. Если чистое вы возьмёте, оно в ничто переходит. Но уже бытие переходит. А эти вы, товарищи, перевернули. Ну что вы от них хотите? Китайцы. Древние. Очень развитые. Мы ещё вообще в нас ставим. Русских и в помине не было. А они уже об этом обсуждали. Вот вы когда бы были такими древними, как те китайцы, может, вы ещё не то говорили. Все вещи, имея в своей основе небытие. Видите, как они в основе небытия. Но небытие-то они тоже содержат. Все вещи содержат в себе и небытие, и не только бытие. Правда? Тут с ними не поспоришь. Являясь в действительности бытием, непрерывно уходят вновь в небытие. На грустные мысли нас они настраивают, эти вот люди. Хочется сразу защититься и сказать, вот мы всё-таки не просто уходим в небытие, а мы вот с вами останемся. Вот я не знаю насчёт оставляем. Мы с вами останемся? Здесь? Где мы можем? В истории останемся или нет? В качестве кого? В качестве тех людей, которые продвинули человечество вперёд. А вы, наверное, да. А вы что, не хотите со мной участвовать в этом мире? Я-то сильно уже не продвинул. Вы посмотрите на меня. Я старше на один год. Я пока не могу гарантировать. Я тоже не могу гарантировать. Может, все как только скажут, ну, слава богу, вы избавились. Откуда это? Кто может гарантировать? Ну, а вы гений? Знаете, кто такие гений? Ну, кто это? Гений. Ну, мы равняться можем на гениях с вами? Это вот люди, я не знаю, они помалкивают так. Они смотрят, чем это дело закончится. Ну, вы равняться на гений, это нормально будет? Я тоже думаю, что да. А вот эти вот ничего не думают. Сиди, она так смотрит, что будет. А гений – это кто? Может, что-то плохое что-нибудь? Может, не надо на них равняться? Гений – это талантливые люди? Гитлер – талантливый человек. Вы книгу написали? Я? Да. Пока нет. А, Гитлер написал. А картину нарисовали? У них бывают разные мысли. Если они хорошие, у него можно равняться. Если плохие, то лучше не стоят. Неправда ваша. Вот гений и злодейство несовместимы. Талантливые люди могут быть, как и угодно. Гитлер, безусловно, талантливый человек. Книгу написал? Катин нарисовал? Полководец талантливый? Ну, три года с ним сражались. Три года сражались. И у нас все слабые были силы. Это что? Все понимают, что значит, он полководец не очень плохой. Способный. А гением можете его считать? Нет, он же враг человечества. Враг. А гением называется. Определение. Тот не такой талантливый человек, который использовал свой талант для того, чтобы продвинуть человечество. Не хотел использовать. Это да, он хотел быть гением. А фактически использовал. То есть по итогу его деятельности можно судить о том, что он гений. Вот ваша деятельность только начинается. Поэтому это я еще тут могу думать. Чего вы тут мне тут что-то не натягиваю на гений, а у вас перед вами все дороги. Вы книгу пишете? А по конспекту только пишите. Ну, хорошо, по конспекту и книгу пишите. Книгу вам запрещено писать? А что, ждете, когда постареете, что ли? Вот что плохого, если молодые студенты, историки напишут книгу? Вот вы можете написать. Вы чего не пишете? Или это книга у вас? Опять конспект? Я думаю, а то он в одно ухо слушает, а в другое строчит книгу. И заодно в книге он поправляет там. Как раз смотрит там те определения, тут по ходу дела раз-раз. А он все конспект, конспект. И когда все... Это же отражение того, что я говорю. Это вы потребитель знаний. А когда вы пишете, вы потребитель знаний или производитель? Это выше же. Понять, значит, выразить в понятиях, если вы не будете. Ну, даже вот экзамен обыкновенный и зачет. Это же вы рассказываете. А я вот сижу на экзамене, как вы вот сейчас. И сижу у себя. А вы мне рассказываете. А я сижу или читаю то, что вы принесли. Я потребитель знаний. А вы производитель. Поэтому вот экзамен короткий, но это вот проверка воспроизводства знаний, усвоения. Ваша голова вашим рукам дает команду написать. И вашему языку это сказать. А если это ваш мозг дает такую команду, значит, у вас уже это отложилось надолго. А сейчас какая команда? Мясо съели. Лекцию записали. Кофе попили. Это все одно. Это духовное потребление. Это материальное потребление. Ну что, товарищи потребители, дальше пойдем? Необходимо, конечно, для того, чтобы писать, нужно что-то и читать. Но для того, чтобы перестать быть потребителем, надо сочетать и то, и другое. И тогда вы то, что вот вы слышите или читаете, это, говорит, в эту главу, это помещу, в ту главу папочки возьмите. Вот план у вас есть уже книги, нет? А что нет у вас плана книги? И плана нету. А, как тяжело. И никто у него нет плана, его книги. Столько народу собралось. Ну вот, у нас движение идет от целого к части или от части к целому? Развитие идет. От части к целому. Не слушайте их. Объясните людям. Вот человек, когда развивается, зарождается, он идет. Развитие человека в утробе матери идет от части к целому. Объясните этим мужикам, они не понимают. От части. Нога, да, а потом рука прерывляется, голова. Или идет от клетки. И так развивается, развивается, развивается. От целого к целому это называется. Движение. Я неправильно изобразил? Что смешного? Я вот истину вам даю. А вы, говорит, и смеетесь. Ну вот. Я уже дома испугался, думаю, что такое смешное, сказал. От целого к целому. Согласны же? Вот вы, если вы пришли студенткой сюда заниматься, вот вы от себя к себе или от себя ко мне двигаетесь? От себя ко мне вы на экзамене придете. А сейчас, когда вы развиваетесь, то вы идете от себя к себе. Всякое развитие, это вот не формулируют люди, если они не философы. А философы так прямо и формулируют. Потому что вы, когда развиваетесь, развиваетесь, идете от себя к себе. Но от себя менее развитой к себе, более развитой. А если вы будете бегать от себя ко мне, от меня, опять куда-то побежите. Туда-сюда. Или будете бегать, слушать всякие советы, консультантам разным. Вас будут кидать туда-сюда. К адвокатам побежали. Потом пошли к одним врачам, к другим. И забегаете, и деньги все протратите. То есть развитие, всякое развитие и движение от себя к себе. Обязательно. Иначе это не развитие. Например, вот развитие социализма в полный коммунизм. Социализм – это коммунизм или нет? Да. Значит, бесклассовое общество? Социализм? Нет. Что? Нет, давайте еще раз. Социализм – это коммунизм? Нет. Не коммунизм. Вот это здорово. Что первая фаза? Не первая фаза, а коммунизм в первой фазе. Не надо переначивать. Уберите свою руку. Вы не туда показываете ей. Коммунизм в первой фазе. Коммунизм? Ну, молодой человек – человек или кошка? Что я спрашиваю? Чего? Что вы так много говорите? Я спросил вас, социализм – это коммунизм или нет? А вы что читали? Вы Маркса, Критику Готской программы читали? Там слова «социализм» вообще нет. Там написано, что коммунистическая формация происходит в следующей стадии. Переходный период от капитализма к коммунизму. Коммунизм в низшей фазе. Неполный, незрелый, неспелый коммунизм. Так и коммунизм – высшая фаза. Там слова нет «социализм». Вы это разберитесь без социализма. А потом стали называть низшую фазу коммунизма. Вот если вот она девушка молодая, так что она не человек по-вашему? Что вы смеетесь? Вот вы и так вот и изображаете, что она не человек. Сейчас, говорит, она девушка, а потом будет человеком. А вы? А сейчас вы, если вы молодой человек, что же вы, лягушка сейчас, что ли? А когда вы? Что такое социализм? Молодой коммунизм, низшая фаза. Молодой. В чем состоит молодость? Не оторвались еще вы от родителей? Не оторвались в том смысле, что еще и во многом они… И чем дальше, тем больше они участвуют в вашей жизни. По мере того, как у нас денег все меньше и меньше. И не проживешь. А ты не будешь студентом, если у тебя нет родителей. Это вот в наше время можно было прожить. По стипенде было 35 рублей, а не 1500. На 1500 сколько проживете без родителей? Недолго. До следующей лекции-то доживете? Через неделю у нас будет лекция? Да. Как-то вот может у нас грустный разговор последний идет. Ну, может вам родители помогут как-то. Надеюсь. Тогда мы встретимся еще. Все еще. А здесь вы далеко не уходите, а то я буду расстраиваться. Думаю, как же так? Только вот встретились и все. Тут я же крупные вещи. Не мелочь же вам. То есть ошибки у нас тут уже я не который раз показываю. В крупных вещах ошибки. Не мелочь. Это целое непонимание того, что у нас было. А где мы были? Откуда я? Так что это очень серьезно. С вами Михаилович. Лекция. Я перезвоню после лекции. Лекция, ладно? Вот. Значит, продолжаем мы изучение кого? Китайской философии. Ну, мы же понимаем, что обрывки этого всего, они так или иначе, они проявляют себя в современной философии. В какой-то мере. Философия, которую в систему превратил Кегель науке логики, она получена в результате систематизации всех представителей. Путешествующих философских систем. И то, что было целой концепцией там отдельной, превратилось в одну категорию. Поэтому есть два способа изучения философии. Начать изучать, 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 пройдет ваша жизнь, и вы не дойдете до средних веков. Или начать изучать философскую систему всеобъемлющую. И тогда вы дойдете до современности. Это же касается и политэкономии. Можете повторить путь Маркса, и вы умрете в 63 года. А можете изучать капитал Маркса, он там ссылается на все источники, которые он использовал. А вы тогда дальше пойдете. А иначе вы дальше не пойдете. Поэтому это счастливые случаи, когда есть какая-нибудь система. Вот в философии есть система науки и логики. Это трудно для изучения, но зато дает возможность разрешать такие вот проблемы. Например, социализм классовое общество или бесклассовое? Ну, только что говорили, что социализм – это коммунизм. А коммунизм безклассовое общество? Ну, если молодое, без классовое общество, так и безклассовое. Молодой человек – это человек или кошка? Ну, как вот можно такое говорить? Нету никакого социализма. Нет такой формации. Формация есть одна, коммунизм есть одна. Нет такого класса народа. Нигде вы не найдете такой глупости. Классы. Народ – это рабочие и крестьяне. Это два класса. Вы два и один различаете? Нет, вот так. Различаете? Нет. Так, идем дальше. Так, ну, надо к Индии переходить. Ну, мы уже много прошли. Представьте, мы еще вот у нас вторая лекция. А мы уже с Китаем разобрались, с древней философией. Индия пошла. Значит, джайнизм в Индии. Буддизм. Бундизм у нас сейчас существует? Ну, вовсю. Сангхья. И йога. И йога тоже существует. Так что это вот вроде как и древнее, оно вот тут прямо налицо, в рамках современности присутствует. Ну, не в виде как бы научного суждения философского, а в виде, так сказать, вот такого способа духовного очищения, духовного причащения и так далее. Основоположник джайнизма, Махавира. В основе этого учения находится представление о карме в осьмическом законе. Ну, карма сейчас в ходу. Кому? Кому поправить карму недорого, за тысячу рублей? Тут сидит много народу, если каждый по тысяче соберет. Такой будет, и закатим банкет. Ну, а современно же, правда? Закон кармы. Нельзя умилостивить жертвами богам. То есть, сколько вы денег мне не принесете, все мало. Но его можно победить. Ну, отнять у меня можно то, что у меня есть в кошельке. Так. Джина. Тот, кто победил карму. Есть тут джина? Никто не берет на себя смелость, сказать, что я джина. Я карму победил. Как вы проверите? Никак не опровергните. Как вы можете опровергнуть, что я победил карму? Вот пока мы с вами спорим, я все выигрываю. Это почему? Потому что я карму победил. Я джина. Ну, я, конечно, раньше говорил, что я науку логики прочитал. Но это такой способ победить карму. Это хороший же способ. Вот, товарищ, уже воспользовался этой. Вы тоже джина? Ну, так. Чистично. Хорошо. Так. Следование обетам может освободить от кармы еще при жизни. Какие обеты? Изучайте науку логики Кегеля. И это вас освободит от кармы еще при жизни. Ну, товарищ уже начал изучать. Он уже, половина кармы с него уже сошло. Это путь аскетизма. В общем, вы не рассчитываете на богатство, конечно, богатство не получите. Для этого надо другим заниматься. За два доллара покупать, за четыре продавать, и на эти два процента и жить. Математика не надо ведь, не обязательно знать. Так. Принцип Гаутама основал буддизм. Главный закон жизни у буддистов различать добро и зло. Все различают добро и зло. Есть такие, которые не различаются. Те, кто не различают добро и зло, те не буддисты. Про остальных молчу пока. Так. Суть буддизма в четырех истинах. Так. Начинаем запоминать и записывать. Жизнь есть страдания. Ну, это вот, это чисто студенческое, я считаю. Старость, болезни, невзгоды, смерть не написано, только экзамены, тут зачеты. Вот это не все перечислено. Старость, старость от нее не уйдешь, болезни все болеют, невзгоды. Ну, это экзамены, зачеты как раз и есть, я думаю, невзгоды. Смерть. Ну, от этого тоже никуда не уйдешь. Есть бессмертные, пожалуйста, поднимите руки. Никто не поднял. Ну, вот. Я думал, хоть в этой большой аудитории найдется кто-нибудь. Нет, нету. Ну, ладно. Ну, мне не обидно, по крайней мере. А почему мне не обидно? Потому что я человек пожилой. Что такое пожилой? Ну, только философский подойдет. Пожилой – человек, который пожил. А молодой – это еще не пожил. Так я уже пожил. Мне как хорошо. А вы еще, не знаю, еще будет. Поэтому вам не повезло пока. Ну, посмотрим, как жизнь будет разворачиваться, да? Ну, на всякий случай надо, чтобы освободиться от кармана, а уколойка читать. Корень страданий в жажде жизни. Вот вечно вы стремитесь в буфет. Не надо. Не надо. Страдание имеет причину. А раз так, то прекращение страданий – это уничтожение жажды жизни. Не будет страданий, вы и жаждать не будете. А жаждать жизни не будете, и жизни не будете. Что за жизнь такая? Без жажды жизни. Мне стихи сразу приходят на память со студенческих лет, каких были. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Вот она, жажда жизни-то и страдания. Страдание имеет причину. А раз так, то прекращение страданий – это уничтожение жажды жизни. И, в общем, стипендию вам не повысят. Я вот понял, что если там сидят вот наверху эти самые товарищи, которые руководятся жайнизмом, то стипендии нам повышения не видать. Не видать. Путь освобождения от страдания – достижение нирваны, в которой невозмустимость духа и освобождение от телесной зависимости избавляет человека от страданий. Ну, правильно, изучайте философию, и забудьте вы это все, эти страдания, там не до того будет, там самоизучение будет страдания. Так, ну вот мы дошли уже до греков и римлян. И у нас еще 15 минут. Ну, так, вроде это мало, но мы же это целыми пластами философии берем. А почему? У нас вообще не история философии. Это так мы просто говорим, что это все актуально. То есть не надо так относиться к истории философии, что это было, это всякая ерунда. Это не ерунда. Она вошла в современную философию, но как элемент категории уже современной философии во многом. Но вошла в систему, поэтому там такого беспорядка, что это так повернуло, это так уже нету. Потому что если развитие, так это движение низшего бы к высшему, а не высшего к низшему. Там уже нету. И надо различить тогда. Можно различить что вперед, что назад. Здесь нельзя различить, есть вперед или назад. Страдайте и все. Спокойтесь. И вон как Дмитрий Анатольевич говорит. Денег нет, а вы держитесь. Ну, по-моему, он тоже философ, вроде юрист. Так. В рождении формирования антической философии 6 век до новой эры тоже примерно в тот же период. Ранее греческие философы несомненно испытывали влияние мифологии. То есть верование. Вот вы во что верите? Вы во что-то верите? Верите, что все будет хорошо? А оно что-то хорошо, но не все. Ну, а все же как? Ну, что остается делать? В их произведениях мы можем обнаружить представление, характерное для древнегреческих мифов о первичном бесформенном состоянии Вселенной. Ну, это примерно так и понимают ее. Теория взрыва, да? Большого взрыва первичной бесформенном состоянии Вселенной. А о постепенном развитии мира из хаотического состояния в сторону все большей упорядочности. Это теория развития, можно сказать. об отделении неба от земли. Ну, это вряд ли так сейчас трактуется. О периодической гибели и новом рождении Вселенной. Держать, вы не расстраивайтесь. Если Вселенная погибнет, то такие же студенты появятся через миллиард лет. И так же будут сидеть, и так же не знают, что такое война. Все будет так же хорошо. Нет, вы уже знаете, а они еще не знают. Те, которые еще будут. Так. Первые философские школы в Древней Греции возникли в Ионии, области территориально расположенной в Малой Азии. И центром философии своего рода был город Милет. Милетская школа Фалес, Анаксимен, Анаксимандр. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр. Значение Фалеса в чем? В том, что он впервые поставил вопрос, в котором выразил основную задачу философского знания. Что есть все? О! Что есть все? Вопрос задал. Это вот студентам подходит. Студенты задавать должны вопрос. Вот вы задайте такой вопрос, на который я бы не ответил. Ну, вроде того, если Бог всемогущ, может он создать такой камень, который сам бы не мог поднять. И тут Бог тут. Тяжело, да? Всемогущий. Может такой создать? Такой большой, что сам не может поднять. Может или не может? Ну, это вопрос с подвохом, или больше? Ну, с подвохом на вопрос. Ну, вот так. А тут вопрос, что есть все? Что есть все? Вот Милет задал вопрос, а вы что сказали? Не знаете. Сколько лет прошло? А вы так и не знаете. Это все засчитывается в годах, что вы не знаете. Вы разве за предыдущее поколение не отвечаете, что ли? Вы же включаете их. Скажите, пожалуйста, родители, они в вас или вы в родителях? Вы в родителях, во-первых, не были, вы-то в маме были. Ну, недолго. А мама-то в вас есть и папа? Но вы в снятом виде. Вы от родителей произошли? А родители ваши от бабушки с дедушкой? От бабушек с дедушкой. Ну и дальше. Пойдем, пойдем, пойдем. Куда придем? Туда и придем. Ну, а вы, я спрашиваю вас, что есть все? Вы так и не знаете до сих пор? Товарищ Фалес. Ну, потомок Фалеса. Ну, в общем-то, вы потомок Фалеса. Но вы же не китайцы, не индейцы. Поэтому вам только вот, только как потомков Фалеса вас можно и рассматривать. И что есть все? Вот вы, я чувствую, еще не поднаторели в философии. Спросите меня, что есть все. Бытие. Вот тварь говорит, бытие. Уже все, он уже ответил. А меня спросите? Ну, спросите. Что есть все? А материя? А материя есть, есть она, поэтому бытие. Это хотите первичность бытия, утверждают. Хотите первичность материи, это почти феномен. Вот видите, как мы лихо с ним отвечаем. А мы друзья Гегеля. А вы их не хотите к нам в компанию? Не хотите. Ча, чувствую. А экзамены я буду принимать. Это вот так и напрасно, так лихо выступать. Не сказали бы хотите, а я бы так и не заметил. А тут вы так враждебно настроены. Сейчас живете на субъективную, все принимают, а субъективные оценки потом получаются. Вы в каком мире живете? В мире, где не только добро и зло. Учитывать. Ладно. Гераклит Эфесский впервые, пусть и метафорически, сформулировал идею о диалектической природе всего мира. Все течет, все изменяется. И вот приводит такое его к высказыванию, что нельзя якобы два раза войти в одну и ту же реку. Такого вот высказывания не было у Гераклита. Почему? Потому что только в одну и ту же реку можно войти в два раза. А если я вот вошел в него, а второй раз вошел в Охту. Охта, знаете, там она, вливается в него. Хотя хотели построить Охта-центр. Так это по одному разу получается. Только в одну и ту же реку и можно войти в два раза. Это первое положение. А в диалектике всегда берется тезис, потом берется антитезис. Вот в одну и ту же реку нельзя войти в два раза. Это уже другой тезис. Это что означает? Это означает, что и вода изменилась. У нас течет, и русло немножко изменилось, песчинки там передвигаются, уже другая река. Правильно? Поэтому диалектическая истина выражается всегда в противоположных высказываниях и в попытках синтезировать их, так сказать, взять вместе. Вот у нас кончается наше время, я вам расскажу шутку такую, может, вы уже ее слышали, но она очень, так сказать, отражает особенности именно диалектии. Вот приехал такой товарищ вроде меня в деревню. встречает его дед и спрашивает, «А ты кто такой?» Такой вот как я, говорит, «А я философ». Говорит, «А что делаешь?» «А я изучаю диалектику». «А что такое?» «Дед, ну что я тебе буду говорить?» А дед говорит, «Нет, мы же грамотные сейчас. Книги читаем, газеты, радио слушаем, телевидение, в компьютерах сидим, в сетях. А вы, между прочим, как образованный человек, должны нам объяснить. Ну ладно, дед, буду вам объяснять. Баня есть у вас в деревне? Есть. И мужское, и женское отделение. Хорошо. Идем мы с тобой в баню. Я чистый, ты грязный, кому мыться? Дед говорит, «Ну что ты, я сразу вашу понял?» «Ты чистый, я грязный, мне надо мыться, а тебе что?» мыться. Философ говорит, «Ты что, дед, посмотри на себя. Ты все равно грязный, зачем тебе мыться?» «А мне чистоту поддерживать надо. Мне надо мыться. Понял, дед?» Дед говорит, «Да, сильные у вас это, наука-то». Вот, дед, это тезис. Запомни, тезис. Второй раз мы идем с тобой в баню. «Ты грязный, я чистый, кому мыться?» Дед говорит, «Да понял я вашу диалексику?» «Ты чистый, тебе чистый, а то поддерживать надо, а я все равно грязный». Философ говорит, «Ну что ты мелишь, дед?» «Ну, посмотри на себя, ты грязный, тебе мыться надо, а мне-то чего мыться?» «Ты же чистый». Понял, дед?» «Понял. Это антитезис, дед. Кто был тезис? Это антитезис. Но это не все, дед. Третий раз идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый, кому мыться?» Дед говорит, «Ничего не понимаю». Вот, дед, это и есть диалектика. Синтезис. Синтезис. Вот. Ну, в этом вот рассказе или анекдоте отражена вообще природа диалектического движения. Вы должны взять положение, второе положение, противоположное, их вместе соединить одновременно и понять, что происходит, как идет движение. А если вы будете односторонние, только рассматривать, это не диалектический взгляд. И если кто-то чего-то сегодня не знал и неправильно мне отвечал, это тезис. А потом получалось в итоге правильные результаты. Я выдвигал антитезис, а синтезисом было что? Ну, какое-то то правильное суждение. Правильно? Поэтому это совершенно нормальный такой ход и в изучении тоже. Надо выдвигать и предположения, и тезисы, и антитезисы. Но надо еще их вот и усматривать. Что из того антитезиса, который мы отбросили, как целое, можем его взять не как целое, а в нем. Вот вы хороший человек? Наверное. Но недостатки это есть у вас? Ну, так значит, вы хороший. А если бы у вас не было недостатков, вы бы столько догадывались, что вы не имеете недостатков, я бы сказал, что вы жулик. Потому что нету таких людей. Правильно? Поэтому это высказывание, противоположное высказывание можно сделать обо всем. Это требование диалексики. А как это делать систематически? Ну, для этого надо систему знаний брать. Поэтому другой системы знаний, кроме науки и логики, нету по диалексике. Поэтому Генгельс говорил, что это вот компендией. А что такое компендией? В переводе с латинского это означает кратчайший путь, прямая дорога. Кто хочет идти кривыми путями по болоту и натыкаться на колючую проволоку, счастливый путь. А кто хочет идти прямой дорогой, есть для этого компендией диалекстики и науки логики Гегеля. А уже дальше ваше дело. Можете читать словари. Никому не запрещено. У нас даже не запрещено выпрыгивать с 15 этажа. Спасибо за внимание. До следующего раза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok